На экспресс-режим, там 3-4 вопроса, самых оперативных. Леонид Викторович Луцкий, пожалуйста. Леонид Викторович, а с чем связано отсутствие тренировки Аланта, Загоева и что с Игорем Сбольниковым? У нас несколько футболистов действительно под вопросом по поводу участия в матче с Молдавией. И в том числе те, которых вы назвали. У Загоева небольшое повердение боковой связки после матча последнего тура с Динамо. И он пока, скажем так, работает в щадящем режиме. То же самое касается и Смольникова, и Василия Березуцкого. Спасибо. Леонид Викторович, там одним из реферных матчей будет женщина, может, вы читали? Да. Не было ли у вас такое в Корее, что было арбитром? Я много работал в турнире дублеров, поэтому там очень распространенная практика, когда девушки судили. Никакой проблемы в этом не вижу. Может быть, это да, там как-то хорошо, там игроки лодируются в динамативной лексике? Ну, все-таки это будет судья-помощник главного арбитра, поэтому... Не так часто приходится. Да. А какое настроение в команде сейчас? Рабочие. Все прекрасно понимают, готовимся к очень ответственным поединкам. Леонид Викторович, важнее будет отсутствие большой группы игроков в составе сборной Молдавии. Основное настроение, которое сейчас нам царит, очень серьезное настроение у нас сборной России. Ну, сложно сказать, потому что мы больше отталкиваемся от того, кто будет готов у нас, и нам нет смысла подстраиваться и отслеживать. Понятно, что мы знаем, кто у них играет, кто не играет, мы из материалов прессы, но все равно ключевым фактором будет, кто сможет сыграть у нас. Заключительный вопрос. Леонид Викторович, напряженное сейчас положение, кишиняю такое. Понятно, что политика не хотела бы хоть помешивать, но повлияет ли это? Я надеюсь, что наоборот футбол сможет создать такую миротворческую функцию, и как раз жители страны придут, поболеют за своих, в том числе приедут и наши соотечественники. Поэтому футбол очень часто выступал миротворческим средством. Я думаю, что в данном случае произойдет то же самое. Спасибо. Спасибо.